Если компания будет работать или привлекать деньги в Лондоне, в Сингапуре, в Гонконге или в Нью-Йорке, то, естественно, существует международно признанное агентство, их не так много, которое будет просто необходимое. То есть мы можем хоть признать и компанию сверхнадежной, но это для тех игроков, которые оперируют там, к сожалению, будет мало что значить. И что касается нашего фондового рынка, а у нас что фондовый рынок остался? Если считать то, что мы имеем сегодня нормальный фондовый рынок, в чем, честно говоря, я немножечко уже начинаю сомневаться, думаю, что сегодняшние наши внутренние агентства, они достаточно, другое дело, что они имеют авторитет только внутри страны. О создании суверенного рейтингового агентства в России заговорили еще 4 года назад. Из-за кризиса 2008-2009 годов СНП и ФИЧ снизили кредитный рейтинг России на одну ступень. Тогда Владимир Путин заявил, цитата по Ария новости, «Сделали негативную оценку, рейтинг страны уронили, кредиты на страну стали дороже. Чтобы прекратить это безобразие, нужно двигаться в сторону предложения рейтингового агентства Евразес». Тема снова стала актуальной в начале этого года, когда решение СНП понизить суверенный кредитный рейтинг России в Кремле назвали политически ангажированным. Михаил Задорожный, Бизнес.ФМ Национальный рейтинг агентства России может рассмотреть выход на европейский рынок уже в 2018-2019 годах. Об этом рассказал один из участников совещания по вопросу создания агентства в Банке России 24 июля. Счетная палата попросила помощь в борьбе с коррупцией у РБЦ. Русская православная церковь и палата подписали договор о сотрудничестве в борьбе с коррупцией и сохранении нравственности. Подробности на Бизнес.ФМ сейчас в качестве пищи приведут к единому стандарту. Как сообщает газет Коммерсант, президент Путин поручил у правительства разработать национальную систему управления качеством. Ее созданием займутся Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие и Роспотребнадзор. Данная система, как предполагается, позволит уйти от двойных стандартов для российской и зарубежной продукции. Президент агропромышленного холдинга Мираторг Виктор Линник считает такую инициативу излишней. Сейчас в основном все выделяют больше всего внимания на безопасности продукции. Есть различные стандарты и производственные безопасности, и ветеринарные, и биологические. За этим наблюдает масса организаций и Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор, и ветеринарная служба регионов. В основном, где более чем достаточно. Для чего тут нужны еще какие-то дополнительные организации? Надо, чтобы те, которые есть, заработали. В части создания какого-то нового органа, но, на мой взгляд, мне кажется, это избыточное действие, потому что мы, прежде всего, ориентируемся на спрос покупателя, в большей части качества. Покупатель своим кошельком, или покупкой, или не покупкой, оценивает продукт, качественный или некачественный. Странный государство важно оценивать безопасность продукции. А качественный, некачественный, это уже, наверное, больше к вопросу потребителя. Виктор Ленин, глава Амиратурга, президент Федерации Рестораторов Этенгеров Игоря Бухарова, пока только вопросы. Непонятно, каковы критерии качества, и что такое недельный стандарт. Если сегодня этот вопрос касается пищевой промышленности, то даже в Советском Союзе при наличии ГОСТов были еще отраслевые ГОСТы, которые давали возможность выпускать продукцию, которая была точно так же утверждена. Что будут проверять? Будут смотреть, например, количество жиров, пилков, углеводов. Кто эта часть все равно качества? Непонятно, захотят ли они туда запустить, скажем, рестораны, кафе, потому что у каждого шеф-повара своя рецептура. И проверять, на что? На вкусно, невкусно? Контроль качества в различных странах где-то чуть послабее, где-то есть пожестче. Система управления качеством, это когда полностью все входит в контроль вообще за производством. Это может быть или очень жесткая система, которая сегодня поставит наших производителей в неравное положение западными партнерами, которые там привозят, да, или это будет более мягко, и постепенно мы будем переходить к этому, набирая опыт. В свое время была система Ростэрт. Только через нее мы могли получать вот эти все сертификаты соответствия. Это была просто выдача бумажек и денежный поток. Потом разрешили сделать это и в других лабораториях. Значит, сразу цена этих вот сертификатов упала. Я думаю, что как бы не получилось, это и очередной такой бизнес, который просто будет заниматься выдачей бумажек. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров. Компаниям нужно будет достаточно времени для перехода на единый стандарт качества. Если такой будет принят, говорит эксперт, он также отмечает, что это довольно затратно. Далее на бизнес-фм новости компании корпорации. Реклама Мир полон серых и безликих седанов. Разбейте скучный порядок вещей с рулем нового XE. Самого технологичного Ягуар всех времен. Новый Ягуар XE. Революция в мире компактных седанов. От 1 миллиона 729 тысяч рублей. Узнайте больше в официальном...